Здравствуйте! В эфире город С и Татьяна Дмитриева. Что представляет из себя фонд общежитий в Самаре? Как они ремонтируются, обслуживаются и как меняются условия проживания в них граждан? Об этом мы говорим сегодня. В нашей студии директор муниципального предприятия по эксплуатации и содержанию общежитий Самары Игорь Буренков. Здравствуйте, Игорь Владимирович! Расскажите, пожалуйста, о вашем предприятии. Что оно из себя представляет на сегодняшний день? Когда было создано и, собственно говоря, с какой целью? Муниципальное предприятие по эксплуатации и содержанию общежитий городского округа Самары существует с 1994 года. Создавалось оно в силу объективных причин, которые возникли в то время. Это передача многими, ну, большинством предприятий города в своей социальной сферы, в том числе общежитий, в муниципальную собственность. Начиналось предприятие с четырех принятых общежитий. В дальнейшем их число достигло и перевалило за сотню. И издержки взял муниципалитет на себе? Естественно, передавались это предприятие не в самом лучшем виде. Социалка была и финансировалась на предприятиях по остаточному принципу уже в то время. И, конечно, жильцы и жилой фонд достались с теми проблемами, которые накапливались долгое время. И какие функции, направления? Вот что вы должны сделать в отношении общежитий? Ну, я уточню, что учредителем нашего предприятия является департамент по управлению имуществом городского округа Самара, как собственник муниципального жилищного фонда. Структура предприятия всегда в себя включает технические службы, ремонтно-эксплуатационные группы, заведующих общежитиями, административный аппарат. Всего на предприятии на сегодняшний день работает более 300 человек. А вакансии есть? Вот сразу перейду, потому что время такое, что люди ищут работу, многие, а тут вдруг есть. Вакансии есть в основном младшего персонала. Это дворники, это специалисты сантехники, это уборщики мусоропроводов, это уборщики лечебных клеток. Можно обращаться? Потому что идет определенная ротация, да, конечно, несомненно, мы все эти данные передаем в службу данных, они там все есть. Можно обращаться и напрямую к нам. Я в дальнейшем координаты куда надо обращаться и звонить, конечно, скажу. А вообще сколько всего общежития сегодня на вашем содержании? И вот в отношении ремонта, какие ремонты были произведены, в какие сроки, может быть, по каким объективным показателям? На сегодняшний день на обслуживание предприятия находятся 104 объекта спецжилфонда, общей площадью 366 тысяч квадратных метров, в том числе 102 муниципальных общежития, один многоквартирный дом и специализированный дом, как мы его называем, дом ветеранов. Всем известный. По проспекту Кирова, 365. 77 общежитий, или, по сути дела, 2 третьих, даже больше, от общего количества. Это общежития коридорного типа, 25 общежитий секционного и квартирного типа. Средний срок эксплуатации, к сожалению, большинство общежитий, это 80%, составляет более 40 лет. И степень физического их износа и фактического износа 50% и более. Четыре общежития на сегодняшний день признаны аварийными у нас и подлежат расселению. Это Приволжский переулок, 15, Максима Горького, 60, Новооленбургский, 6, и Мехзавод, квартал 11, дом 27. Мы с нетерпением ждем, когда эта проблема наконец решится. Да, 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 конечно. Ждут и жильцы вместе с нами. Всего в наших общежитиях около 5000 помещений бытового назначения. Цифра большая. Что это имеется в виду? А да, что это такое? Это душевые, общие кухни, общие холлы, постирочные, санузлы, помещения для установки стиральных машин и так далее, и так далее, и так далее. И за всем этим хозяйством нужно следить и ремонтировать тоже, да? Хозяйство большое, но тут надо еще учитывать то, что плотность проживания в общежитиях выше в 2-3 раза, чем в обычных жилых домах. Потому что норма предоставления жилья 6 метров на человека, она в то время еще соблюдалась. И, по сути дела, в 18-метровой комнате бывает, проживает 3 человека, у кого-то родились дети, у кого-то уже и внуки в этом общежитии родились. Поэтому плотность очень большая. Вот на такой небольшой, в общем-то, общей площади проживает у нас свыше 20 тысяч человек в самарских общежитиях. Вот вы сказали, что 4 общежития подлежат расселению, и следовательно, они потом будут снесены или отремонтированы. А вообще вопрос о строительстве новых общежитий как-то стоял. И вот интересно, перспектива общежитий в нашей стране, не только в городе, вот что с ними будет? Они сохранятся надолго, так и будут существовать? Или как-то будут трансформироваться, меняться, или всегда будут? Вы знаете, совершенно понятно, что общежития, в отличие от обычных многокварнерных домов, требуют дополнительных затрат. И на содержание, и на ремонт. Вот последнее обследование, которое мы проводили вместе с Департаментом по управлению имуществом, показало, что 800 с лишним мест общего пользования требуют на сегодняшний день текущего, а некоторые и капитального ремонта. Но я здесь должен сказать то, что проблеме общежития постоянное внимание уделяет администрации города и лично глава города Олег Борисович Фурсов. Вот по итогам заслушивания меня как директора предприятия, по итогам 2015 года, были приняты ряд важных решений для общежитий. Подписан ряд документов. В том числе по решению главы города и по инициативе первого его заместителя Василенко Владимира Андреевича, подписано постановление об увеличении субсидий для нашего предприятия. Увеличили субсидии на 2016 год на 14 миллионов рублей. С учетом сложности бюджета найти такую сумму и выделить ее для города было непросто. Но такое решение принято. Главой города принято сейчас решение о том, чтобы предприятие укомплектовать специализированной техникой. А какая техника необходима? Необходимо АГП-22, необходимо погрузчикам, необходимо увеличить парк самосвалов для вызова мусора. Мы должны понимать, что общежитие находится у нас в восьми районах города. То есть большой достаточно разброс. Почти во всех районах, кстати. Да, нам надо доставлять аварийные бригады, доставлять персонал. Поэтому вопрос техники стоял очень остро, и глава города такое поручение дал, за что мы очень благодарны ему. Но в целях безопасных условий проживания в общежитиях также поставлено главой провести ревизию так называемых квартирантов. К сожалению, у нас квартиранты проживают, потому что есть собственники, которые вправе эти жилье сдавать в поднаем, чтобы мы не делали. С целью безопасности, с целью противодействия терроризма мы такие списки все готовим. И в постоянном режиме онлайн обмениваемся с органами внутренних дел. Постоянно эта задача поставлена Олегом Борисовичем, мы ее выполняем. Ну и не только контроль, конечно, за результатами возросла, помощь со стороны департамента по управлению имущества. У нас были определенные опасения, что передача определенных функций города в районы, которая сейчас произошла. В связи с реформой органов местного самоуправления, она повлечет для нас какие-то трудности. То есть у нас определенный вакуум в вопросах благоустройства, содержания территории, уличного освещения. Ну, слава богу, этого не произошло. И в настоящее время мы нашли очень хороший рабочий контакт с главами районов, с большинством. Причем ни одна наша просьба не остается без ответа, без внимания со стороны глав районов. И сегодня я бы хотел поблагодарить главу промышленного района Чернышкова Владимира Александровича, главу Кировского района Рудакова Игоря Александровича, высказать слова благодарности Сафронову Владимиру Витальевичу Титову. А как они откликаются? Да, вот Ленинский район Титов. Да, Дмитрий Геннадьевич. А как они откликаются? И всем другим, и Волшковой Александровне. Ну, в общем, все почти восемь районов. Откликаются буквально на все. Вот у нас вчера происходила встреча с Чернышковым, рабочая встреча, на которой было принято решение о сносе аварийных деревьев. Глава района, я тут же принял, пошел нам на встречу. Эта работа уже в советском и ленинском районах проведена. Сейчас определены объекты для благоустройства муниципальных общежитий именно в районах. Районы способствовали на проведение капитального ремонта через региональный фонд. Поэтому значительной помощи мы рады, что такое взаимодействие рабочее и понимание со стороны глав районов достигнет. Вот получается, что вот если жилые дома, они в ведомстве управляющих компаний, то общежития в вашем ведомстве полностью, да, то есть вы выполняете так функцию управляющих компаний, вот так вот, если вот так вот провести аналогию? У нас в предприятии есть лицензия на управление квартирными домами, но осуществляем мы обслуживание этих домов по договору с департаментом управления имущества. Договор обслуживания. Вы уже сказали про капитальный ремонт, это тема такая животрепещущая в городе сегодня. Там люди у нас разделились, кто платит, кто не платит и так далее. А жильцы общежития, они должны вообще за капремонт платить? Или как это происходит? Ну, все собственники, проживающие в общежитии, именно собственники, я говорю, платят за капитальный ремонт. У нас на сегодняшний день собственниками комнат в общежитиях является уже 58% проживающих. То есть они могут приватизировать комнату? Да. Этот процесс начался давно, он начался в 2005 году в силу принятого тогда законодательства, которое позволило приватизировать жилую площадь в общежитиях. Этот процесс идет, его нельзя остановить. А вот он охотно идет, люди как бы вот понимают... В чем преимущество приватизации жилья в общежитии? Вы знаете, человек получает право распорядиться своей комнатой. Так же вот как сдавать ее там и так далее. Это возникает, конечно, определенный, вызывает определенную сложность для нас, как для обслуживающей организации, но это в силу закону разрешено, и человек должен пользоваться своим правом. То есть за капитальный ремонт собственники платить обязаны, как и все собственники, собственно, по стране. А за нанимателей, кто проживает подговором социального найма, подговором найма, оплачивает за счет взносов за найм жилых помещений, оплачивает департамент по управлению имуществом как собственник. Да. Ну вот в городе мы знаем, что есть проблемы неплатежей за услуги, там, ЖКУ. А у вас как обстоит с этим делом? Какую работу проводится? Тоже, наверное, не все 100% проживающих платят вовремя. Вы знаете, конечно, в прямую зависимость надо ставить работы, которые проводятся в общежитиях с уровнем оплаты за жилье. Да, потому что все эти деньги идут, опять же, других источников финансирования, кроме оплаты за жилье и субсидий, которые выделяются в город, у нас по существу нет. Есть какие-то сторонние работы мы проводим, зарабатываем, конечно, деньги, как любое коммерческое предприятие, которое обязано извлекать прибыль. Кстати, мы прошлый год закончили неплохо, получили прибыль и частично пополнили бюджет городской в том размере и в рамках тех задач, которые были нам поставлены. А какие дополнительные услуги? Я вот прочитала, что у вас даже гостиницы есть. Это тоже, наверное, такое коммерческое составляющее. У нас есть гостиница, да, за счет которой мы зарабатываем на строителей 36, причем неплохая гостиница, которая используется нашими предприятиями городскими. У нас есть возможность, предоставленным нам департаментом по управлению имуществом, сдавать определенное имущество в аренду и получать доходы за счет этого. Мы можем оказывать платные услуги населению и организации. Поэтому есть дополнительные источники дохода, и наша задача их увеличивать. А какая задача и стоит, увеличение прибыли. А какие дополнительные услуги населения вы можете оказывать? Вот к вам с чем можно обратиться? У нас есть перечень платных услуг. Мы можем проводить любые сантехнические работы, любые электротехнические работы. То есть все, что связано с эксплуатацией жилого входа, но не входит в тот обязательный перечень услуг, который определен постановлением правительства и который оказывается людям в счет оплаты за проживание. Вот вы уже упомянули о Доме ветеранов. Для меня такое вот какое-то сочетание странное немножко. Вот общежитие и Дом ветеранов. В отношении Дома ветеранов вы какие работы проводите? Опять же, что у вас с этим связывает? Ну, сейчас из официального названия этого дома слово ветеранов ушло. Да, оно немножко как-то... Да, из официального названия. Но мы продолжаем его по-прежнему называть Дом ветеранов. Этому дому первостепенное внимание, этому дому самое лучшее обслуживание. К сожалению, конечно, ветераны уходят. У нас на сегодняшний день осталось 27 человек, участников войны, ветеранов Великой Отечественной войны, вдов, которые проживают в этом Доме. И на сегодняшний день, конечно, новые категории приходят. Это ветеранты боевых действий в Афганистане, в Течне. Видимо, сейчас мы будем заселять еще такую категорию, как инвалидов-колясников в этот дом. Но это все льготные категории, ведь в основном. Это льготные категории, да. И приходится работать тоже вот в таком ценовом, так скажем, льготном режиме, да? Потому что они... Они получают субсидии в определенном порядке. Ну, последнее вот хорошее очень дело, мне кажется, мы провели, чтобы немножко облегчить жизнь ветеранов Великой Отечественной войны. Это в преддверии 9 мая мы как бы связались со спонсорами, это Транснефтнадзор, и смогли всем ветеранам без исключения поставить новые электрические плиты. Красота какая-то. Вроде бы это небольшое такое событие, но оно все равно улучшило жизнь людей. А это главное, наверное, для нас. И не только ветеранам улучшать, но и всем проживающим. Да, вот перешли плавно к следующей теме. Вот интересно, как от года в год меняются, хотелось бы надеяться, улучшаются условия жизни людей в общежитиях. Вот что для этого делается? И вообще какие-то существуют нормы, стандарты? К чему вы стремитесь? Все люди к чему вот идут? Нам, как обслуживающей организации, конечно, надо лучше работать, а жильцам лучше заботиться о своем жилье. Это в их обязанности входит тоже, да? Да, обоюдная ответственность должна быть наша за выполнение, за освоение тех денег, которые нам платят жильцы. И мы должны каждую копейку пустить по назначению. И экономно их расходовать. Это главная задача. А жильцам беречь, ухаживать, содержать свой фонд. Тем более с учетом того, что я сказал, что есть собственники уже, жилых помещений, они должны перестраивать свою психологию. И относиться к своему жилищу как собственник уже. Да, вот такая вот, раньше особенно много говорили, такая позиция временщика. Заехал, пожил, съехал, и как что хочу, то и врачу, да? А это изменение психологии людей, конечно. Ну, я могу сказать, в 2015 году за счет городского бюджета выделено было 9 миллионов рублей на капитальный ремонт. Вот у нас по некоторым адресам он проведен. Фондом капитального ремонта проведены работы по ремонту трех общежитий у нас. Уже? Да. На 2016-2017 год за счет средств регионального оператора спланированы 20 общежитий для проведения капитального ремонта. Это, по сути дела, одна пятая часть. Да. Ну, основные виды ремонтных работ – это замена инженерных сетей, коммуникаций. И ремонт кровель. Это основные по видам работы. Да, да, да. А вообще вот от собственников что требуется в отношении капремонта? Ну, первое – это оплата вовремя. А дальше? Потому что, ну, жителям квартирных домов как-то уже сложилась картина. А от жителей общежитий какая-то есть специфика или нет? Вы знаете, вот мы говорим о смене психологии. Она происходит, и мы видим это. В общежитиях появились инициативные группы собственников. Ой, как хорошо. Которые ставят достаточно нелицеприятные нам иногда вопросы острые. И касающиеся технического содержания места общего пользования. И уборки прилегающей территории. Вот последнее собрание мы проводили на общежитии по адресу энтузиазм-58. Там есть у нас Казанцева Елизавета Васильевна Старшая по дому. Вы знаете, она здорово нас критикует. Она дозванивается вплоть до руководства города. Пробивает. Составили протокол по выполнению претензий жильцов. Сейчас его активно выполняем. Протокол, кстати, на контроле у Василенко Владимира Андреевича находится. Такие люди нужны. По-любому. Они дают нам скучать. Они нас расшевеливают. Вы видите проблемы или точки. Так можно где-то что-то упустить. Вы же не все время объезды по общежитиям проводите. Совершенно верно. А это раз. И даже может быть в общежитии главный кто? Заведующий общежития. Заведующий, так и называется. Заведующий общежития. Раньше заведующий общежитиям был на одно здание. Сейчас у нас такой возможности нет содержать такой штат. Мы оптимизируем штатную структуру. И на сегодняшний день у нас одна заведующая обслуживает 6 общежитий. 7 общежитий. Да, большой объем работы. Большое хозяйство. Большое хозяйство. А вообще... Да вы знаете, жильцы нас тоже слышат. Вот как у вас с ними обратная связь выстраивается, раз вы говорите, что они вас слышат? Ну, во-первых... Если на одного заведующего 6 общежитий, это же сложно через нее только. Значит, у нас в каждом общежитии есть координаты нашей аварийной диспетчерской службы. В любой. Она работает круглосуточно. Телефоны все вывешены на досках объявлений. У нас в каждом общежитии есть ящик для письменных обращений. У нас проводится регулярный прием по личным вопросам граждан и мной, и моими заместителями. У нас работает постоянно наша электронная почта. У нас работает сайт предприятия, на который каждый может зайти. И сейчас порядка 25% нам приходит по электронной почте. А вот отработка. Понятно, что можно набрать проблем, список, перечень, да, и точки там адреса. А отработка, как идет вот этих вот обращений, есть какие-то сроки, которые регламентированы какого-то униципального предприятия или нет? Абсолютно. По прекращению, если подача коммунальных услуг, они регламентированы постановлением правительства. Мы не можем выше сроков, которые нам определены, прекращать подачу там холодного, горячего снабжения и так далее. Каждое обращение жителей находится на контроле. И оно не снимается с контроля до тех пор, пока не сделано. Спрос самый жесткий. А вот если выстроить такой рейтинг проблем жителей общежитий, вот он какой? На первом месте что по обращениям? Ну, обычно, традиционно. Санитарно-техническое состояние. Санитарно-техническое состояние, благоустройство, задержание места общего. То, что я говорил вам. Ну, вы знаете, вот я вижу, опять же, обратную связь жильцов с нами. Они услышали нас в качестве оплаты за жилье. Вот этой больной темы. Стали лучше платить? Вы знаете, да. Ой, как хорошо. И я могу сказать, что мы... Ведь если жильцы не платят, значит, мы не можем пересечить деньги в ресурсоснабжающие организации. Да. Вы понимаете, что это грозит приостановкой подачи коммунальных услуг? Это грозит судебными разбирательствами. На предприятия накладываются штрафные санкции и так далее. И за последние 9 месяцев нам удалось убедить проживающих начать платить, во-первых, более аккуратно. И в сознании у них произошел такой перелом, что без оплаты невозможно проведение работ. И нам удалось, вот за 8 месяцев последних мы сократили задолженность населения на 18 миллионов рублей. И перед ресурсниками смогли погасить, имеющие задолженность, на 27 миллионов рублей уменьшить ее. Ой, вот это уже конкретные цифры и конкретное дело, да, сделано уже. Вы знаете, без этого они не смогут выживать в общежитии. Да. Мы должны платежную дисциплину наладить. Мы для этого не всегда, конечно, исполним разговоры, хотя стараемся идти навстречу людям. Ведь многие обращаются, ну как, ну, обращается женщина, работник, например, работает кухонным работник в санаторию. У нее зарплата 6 тысяч рублей. Ну, сейчас, видимо, с 1 июля принято решение о повышении зарплатной платы, минимального размера оплаты труда. И мы своим повысим тоже, соответственно, и там. Но вы понимаете, что на эти деньги воспитывает одна ребенка тяжело прожить. Ей нужно оформить субсидию, но за должность. Многие управляющие компании по каким-то непонятным причинам не выдают справку для оформления субсидий. Ни в коем случае мы такого не делаем, и нельзя этого делать. Идти навстречу людям. Любыми путями помогать, погасить эту задолженность. Здесь что-нибудь положено. Но, с другой стороны, приходится принимать нам ряд репрессивных мер, конечно. Мы используем судебную практику активно. У нас на сегодняшний день более 300 судов уже состоялось по взысканию задолженности. Взысканы большие суммы судебными приставами, исполнителями. Мы используем такую законную меру, которую нам предоставлено, это наложение ареста на жилое помещение, которое находится у собственника. То есть он, по сути дела, не может им распоряжаться на период ареста. Мы используем такие формы, как отключение подачи коммунальных услуг при определенном присутствии, которые действуют, которые воспитывают платежную дисциплину населения. И тем более, что всегда была, мне кажется, очередность такая, много желающих при определенных жизненных обстоятельствах устроиться в общежитии. Вот интересно, какие вообще категории граждан могут претендовать на то, чтобы прописаться и жить в общежитии? И вообще, вот сегодня это востребовано они? Есть очередь, так скажем, много желающих или нет? Значит, по законодательству очередности как таковой в общежитии не существует. То есть законодательство, она не предусмотрена законом. Но вместе с тем, вот за 15-й год предоставлена жилая площадь в общежитиях более чем 270 гражданам. Это без членов семей. Без членов семей. Право заселения в муниципальные общежития имеют все категории граждан для временного проживания в связи с работой, службой, учебой тех предприятий, которые располагаются на территории городского округа Самара. То есть вы через предприятие вот так взаимодействуете? Ну, порядок предоставления общежитий, он доступен, он имеется на сайте администрации, он определен постановлением Думы городского округа Самара от 31 мая 2019 года. Это 227-е постановление. Понятно. А что-то меняется еще на законодательном уровне? Какие будут перемены? Вот чего нам ждать? Еще что-то изменится или нет? Или все это уже как идет, как говорится, так и идет? Или что-то будет меняться? Вы вот чего-то... Вы вообще можете заниматься законом творческой деятельности? Предлагать? Вы же вот владеете ситуацией, вам нужно то, то, то. И предложили, а тут приняли и улучшилось. Ну, для закона творческой деятельности у нас не всегда времени хватает. Потому что очень много забот и хлопот с обслуживанием жилого фонда. Но вместе с тем, вы же понимаете, что процесс приватизации, о котором мы сказали, он продолжается. Он начался не сегодня. Он начался в 2005 году. И одновременно с процессом приватизации ведет и процесс исключения отдельных общежитий из состава специализированного жилищного фонда. Просто переходит вот как просто общежитие. Придание им статуса многоквартирного дома. Он переходит в статус обычного жилого дома. Вот я должен сказать, что с 2005 года по настоящее время 42 общежития выведены из состава спецжилфонда. И этот процесс будет продолжаться. А фонд общежитий-то будет увеличиваться как-то? Вот, ну, становится домом многоквартирным. А общежития-то все равно нужны для кого-то? Вот о строительстве новых не вообще не идет речь? О строительстве новых пока, к сожалению, не идет речь. Видимо, здесь связано это и с трудностями бюджета городского. Потому что вот 4 аварийных, да, их снесут или там еще что-то. А новых-то нет, они-то не восполняются фондом. Людей расселят, нормальное жилье. Это для них радость будет. Ну так-то да. В принципе, в городе, конечно, существует дефицит свободной жилой площади для расселения именно как в качестве общежитий. Да. И поэтому администрация городского округа, департамент управления имуществом к исключению зданий из состава общежитий относится очень вдумчиво и очень взвешенно. Конечно, несомненно, там, где здание нельзя использовать в качестве общежитий по причине большого количества приватизированной жилой площади или по той причине, что там остальные граждане проживают уже по договорам социального найма в силу закона, туда невозможно заселить. Такие общежития, конечно, будут выводиться в состав обычного жилого фонда. Понятно. Вот у нас мы уже затронули тему платежей. Был такой вопрос, можно ли поставить индивидуальный счетчик в отдельную комнату? Я думаю, что к вам тоже обращаются таким вопросом люди, потому что сегодня время экономии. Так вот, если вот все начнут свои счетчики устанавливать в комнаты, как вот это в целом ситуация? Вообще можно или нет? Вообще вопрос счетчиков, он такой достаточно сложный, достаточно актуальный. Ну, я вам должен сказать, что вот в 2014-2015 году мы установили счетчики общедомовые. Да, они-то в обязательном порядке. Например, на холодную воду мы установили 51 счетчик, учеты холодной воды. В этом году спланировано еще на 20 общежитий установить счетчики холодной воды. У нас все общежития оборудованы приборами учета электроэнергии. К сожалению, хуже состоит с учетом тепла. Пока только одно общежитие у нас, счетчик, на горячую воду установлено. Но в дальнейшем задача у нас стоит. Задача у нас стоит. Что касается отдельных помещений в общежитиях, несомненно, там, где эти помещения представляют собой изолированное жилое помещение с местами общего пользования, мы не препятствуем установке счетчиков. Мы, наоборот, помогаем людям их установить. Что касается общежитий коридорного типа, где есть, как мы говорим, на 38 комнат, на одном коридорчике, там сложности возникают. Там нельзя, невозможно установить человеку счетчик на холодную, на горячую воду, потому что он пользуется местами общего пользования. Но возможно установить счетчик учета электроэнергии. Понятно. Кто, значит, задался этой целью установки прибора, пожалуйста, милости просим, обращайтесь к нам. В установленном порядке мы выдаем технические условия, выдаем, что надо делать, разъясняем людям. Потом принимаем эти приборы учета, они вводятся для расчетов. Да. Сначение. Вы обещали еще в начале программы, потому что вопросов очень много, я думаю, у жильцов тоже много, дать такие адреса и координаты, куда можно обращаться, если можно, назовите их, пожалуйста, потому что у нас уже время подходит к концу нашего эфира. Ну, личный прием у нас осуществляется каждую неделю, каждую неделю. Пожалуйста, у нас приемные дни вывешены везде в общежитиях. Значит, обращение на электронную почту МПСО, собака, mail.ru, обращение, ну, наш сайт официальный, мпсо.рф, вот телефоны для связи, я могу назвать, 263-8740, телефон для связи. Да, ну пусть будет, потому что не все могут зайти в интернет, да, а уж телефоном воспользоваться могут все, и там ему подскажут. Поверьте, жильцы общежитий, все знают наши телефоны, вплоть до моего сотового. Ну, тогда хорошо. Вот раньше было такое понятие, образцовое содержание там дома, какого-то учреждения, объекта. У вас есть такое образцовое общежитие, вот просто на которое нужно равняться? Или все приблизительно одинаково на таком? Ну, наверное, можно назвать общежитие вот неплохое, оно давно уже стоит у нас. Какой номер все уже? Киевское, 14. На Киевской. На Киевское, 14. Ленинский. Киевское, нет, это железнодорожный район, Киевское, опять же, Ленинский район. Вот, пожелаю вам, чтобы все общежития подтягивались к состоянию этого общежития. Спасибо большое за то, что пришли к нам в гости, и вам большое спасибо за внимание. До свидания, всего хорошего. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok